МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Последние новости общественно-политической жизни за Урале расскажем в программе форум в студии Юрий Пестерев. Здравствуйте! В Курганской областной думе проходят плановые заседания комитетов. О чем шла речь на одном из них рассказала депутат парламента, член фракции «Единая Россия» Татьяна Скок. Состоялось заседание комитета по законодательству и государственному строительству. Достаточно много вопросов рассматривали на заседании нашего комитета. Я бы хотела отметить один достаточно важный вопрос. В то же время этот вопрос вынесен согласно нашего плана работы на первый квартал 2013 года. Это законопроект об обеспечении доступа к информации о деятельности мировых судей в Курганской области в 2012 году. Надо отметить, что радует, что мировые судьи делают все для того, чтобы свободный был и доступ к информации о деятельности мировых судей не только на территории города Кургана, но и в целом Курганской области. Это сказывается на такой положительный момент, который сказывается на работе мировых судей. В то же время положительный момент имеет для наших граждан Курганской области. Председатель Совета Курганского регионального отделения Справедливой России Виктор Семенов поделился с нашими корреспондентами информацией о деятельности Социально-демократического союза женщин России. У нас создан Социально-демократический союз женщин России, председатель этого союза по Курганской области Зоя Григорьевна Радаева. Сегодня у нее как раз юбилей, так что я ее хочу поздравить в первую очередь с этой датой и с юбилеем. Ну и в принципе, как бы ту работу, которую они сейчас начинают, и в принципе, вот недавно буквально было совещание большое этого союза женщин России, социально-демократического, который поставил достаточно злободневный вопрос о установке памятника женщинам и героям, участникам Великой Отечественной войны. То есть в принципе, то есть вообще у нас везде прославляется воин, всегда мы ратуем за то, что воевали мужчины, но подвиг женщин, которые в это же время и кормили наших детей, и практически в большинстве своем стояли в тылу и за станками и так далее, и такой подвиг, который был совершен в эти годы Великой Отечественной войны, тоже должен быть, я считаю, отмечен. И такая инициатива Социально-демократического союза женщин России, я считаю, должна быть поддержана, и наша партия как раз это поддерживает. Руководитель курганских коммунистов Василий Кислицын рассказал, все праздничные мероприятия по случаю 20-летия КПРФ уже закончены. Сейчас партия приступает к ропотливой повседневной работе. Съезд определил конкретные задачи, и прежде всего это переход в социальное наступление. Ну, фраза звучит довольно громко, но на самом деле мы понимаем, что проблем сегодня существует немалое количество, и, конечно, партия должна занимать по ним активную позицию. То есть мы 23 марта в целом по России проводим всероссийскую акцию протеста по проблемам ЖКХ, потому что сегодня это тема, которая волнует всех. Я думаю, к лету произойдет обострение этой тематики, тем более это связано с общедомовыми расходами. И, конечно, у нас позиция четко обозначена не только Центральным комитетом партии, но и на региональном уровне. Мы за то, чтобы власть больше брала ответственности на себя и помогала гражданам, в том числе и в установке вот этих счетчиков. Итоги работы за два месяца подвели в партии ЛДПР. Координатор зауральского отделения Юрий Александров рассказал о достижениях либерал-демократов за это время. В начале февраля была осуществлена рабочая поездка депутата Государственной Думы Афанасьевой Елены Владимировны по Курганской области. В ходе работы поездок 5 февраля посетили город Шадринск, встретились с главой города, встретились с активом, встретились с жителями города Шадринска и Шадринского района, обсудили актуальные проблемы района, города. Много было принято обращений, в соответствии с которыми были сделаны запросы депутатские, то есть постоянно ведется данная работа. 6 февраля широко праздновались 70-летия со дня основания Курганской области. В этот день мы посетили Винницкий детский дом, затем был митинг Курганского регионального отделения ЛДПР, посвященном данному событию. Поздравляли всех жителей Курганской области и города Кургана с этим замечательным праздником. 7 февраля состоялся расширенный координационный совет. Учителя системы общего образования могут рассчитывать на зарплату в 18 940 рублей. Зарплата воспитателей детских садов до конца года поднимется в среднем до 11,5 тысяч. Как оплачивается труд педагогических работников, ежемесячно контролирует правительство области. Средняя зарплата в системе образования области составляет 11 655 рублей. До конца года до этой суммы должна вырасти оплата труда воспитателей детских садов. Учителя сельских школ, по словам глав Куртамышского, Макушинского и Юргамышского районов, получают зарплату, равную средней по экономике нашего региона. Средняя заработная плата педагогических работников за январь этого года составила 17 057 рублей, а за февраль 17 311 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличение составляет 19%. Мы считаем, что на сегодняшний день заработная плата учителей соответствует средней заработной плате по экономике. 118 педагогических работников дошкольных учреждений Куртамыша в феврале получили в среднем около 9,5 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом, зарплата увеличилась на 20%. Средняя заработная плата педагогических работников в каждом общеобразовательном учреждении складывается по-разному в зависимости от учебной нагрузки, стажа, педагогической деятельности, наличия звания и уровня образования педагога. Например, заработная плата учителя на одну ставку с высшим образованием в высшей категории и педагогическим стажем в 25 лет составляет 15 219 рублей. Во всех образовательных учреждениях Макушинского района работают 253 педагога. 18 144 рубля – такова средняя сумма зарплаты за январь. Цифры за февраль и март идут на уменьшение. То же самое происходит и с зарплатами воспитателей. По дошкольным образовательным учреждениям, в частности, я вижу, значит, вот, самая заработная плата, она ниже практически на более чем на 3 тысячи средней заработной платы по области. Поэтому этого допускать нельзя. Я прошу еще раз внимательно посмотреть. Глава Юргомышского района Игорь Касатов рассказал об увеличении оплаты труда в детских садах на 16%. Средний заработок учителей за первый квартал составил 17 600 рублей. Большой у нас вопрос, конечно, стоит по повышению доведения до уровня педагогических работников дошкольных образовательных учреждений. Мы по этому вопросу работаем. Но работаем еще недостаточно. Пока вытягивали школу, значит, тут немножко провал есть. И мы будем добиваться в ближайшее время, дотянуть. Олег Богомолов отметил, что все районы поднимут суммы оплаты до запланированных правительством средних заработков. Также он высказал мнение о необходимой оптимизации образовательной сети. Там, где требуется окрупнение школ и садов, речь пойдет о сокращении управленческого аппарата в пользу оплаты специалистов. На этом наша программа подошла к концу. До встречи на форуме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова